Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Deutsche Welle Geofaktor. Главная тема сегодня. В четверг в Риге открылся саммит Восточного партнерства. Участниками этой программы Евросоюза являются шесть бывших советских республик. Украина, Молдавия, Белоруссия, Грузия, Армения и Азербайджан. Как говорят дипломаты, на саммите ЕС предложит всем этим странам дальнейшее политическое сближение и экономическую интеграцию. Особое внимание будет уделено сотрудничеству с Украиной. За ходом саммита в Риге следит наш специальный корреспондент Роман Гончаренко. Сейчас он на связи со студией. Роман, Киев настаивал на том, чтобы в итоговых документах было черным по белому написано, что Украина может стать членом Европейского Союза. Действительно ли у Киева есть такая перспектива? Что говорят об этом на саммите? Думаю, что можно с большой долей уверенности сказать, что это голубая мечта Украины. Получить обещание Европейского Союза о том, что Украина сможет когда-то стать членом ЕС. Эта голубая мечта здесь в Риге не сбудется. Такие сигналы были из Брюсселя и раньше. И канцлер Германии Ангела Меркель в своем заявлении в Берлине сказала впременно то же самое. Поэтому здесь уже никто этого не ожидает. Вопрос же заключается в том, что именно будет в итоговой декларации. Из бесед с участниками саммита в Кулуарах у меня сложилось впечатление, что будет заявлено о том, что Европейский Союз признает европейский выбор некоторых стран восточного партнерства. То есть вот будет такая формулировка. Не будет жесткого признания европейских устремлений Украины. Но и в то же время будет какое-то заявление и признание частичного, по крайней мере, европейского выбора Украины. Другим важнейшим требованием Киева была либерализация визового режима для украинцев. Стоит ли ожидать послаблений в этом направлении? Здесь тоже не будет сенсаций. Скорее всего, Европейский Союз скажет о том, что есть согласованный план действий между Украиной и ЕС. Как только определенные пункты этого плана будут выполнены, тогда можно будет говорить о продвижении дальше. Пока нужно отметить, что одним из ключевых вопросов в отмене визового режима для Украины было введение биометрических паспортов. В начале этого года президент Украины Порошенко символично получил первый такой биометрический паспорт. Но затем этот процесс остановился и теперь уже из Киева звучат заявления о том, что он возобновится только в следующем году. То есть фактически Украина по этому пункту сама виновата в том, что есть задержка. Сегодня из Риги пришли сообщения о якобы имеющихся разногласиях в рядах стран-участниц Восточного партнерства. Что стало камнем преткновения и насколько действительно сильны эти разногласия? Из бесед с участниками форума и наблюдателями подтвердились сообщения в прессе о том, что есть разногласия между Арменией и Белоруссией с одной стороны и другими странами, постсоветскими участниками восточного пространства. Камнем преткновения стало упоминание об агрессии России против Украины. Армения и Белоруссия не хотят это упоминать, судя по всему. Но подтверждение этой информации из официальных источников я не получил. ДВ обратилась с просьбой прокомментировать эти разногласия к министру иностранных дел Латве Ренкевичу. Он сказал, что не может этого сделать, не может не подтвердить, но и не опровергнуть. В то же время он отметил, что переговоры по согласованию финального стейтмента идут очень тяжело. То есть он намекнул, что действительно разногласия есть, но отказался подтвердить это на микрофон. Спасибо, Роман. На связи со студией был наш корреспондент в Риге Роман Гончаренко. О необходимости установления безвизового режима с ЕС заявил сегодня в интервью немецкой газете ВВЭЛЬ министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Однако отмена виз предполагает выполнение целого ряда условий. Что касается Украины, то говорить об этом еще рано. Смотрите репортаж Катерины Ивановой. Маленькому Элиасу два месяца. Это второй ребенок в семье Александры. Без помощи бабушки с дедушкой приходится нелегко. Но Александра живет в Германии, а ее родители остались на Украине. Для оформления визы родителям дважды приходится ездить в Киев через полстраны. Мы с мужем очень хотели, чтобы приехали мои родители сюда, в Германию, чтобы они разделили счастье появления внука на свет. Мы хотели, конечно, чтобы они приехали на более долгий срок, сделали вызов или приглашение на пять лет. Визу открыли на очень короткий срок. Он даже не попадал на рождение внука. Мы, конечно, очень расстроились. Никогда не знаешь, чего ждать от посольства, говорит Александра. Ее родители уже много раз бывали в Германии. Им открывали визы на год. И согласно договору об упрощении выдачи виз, теперь им могли выдать пятилетнюю визу. Но этого не произошло. Несколько месяцев назад президент Порошенко заявил, что надеется на решение об отмене виз уже на саммите Восточного партнерства в Риге. Надежды оказались напрасными. Согласно недавнему отчету Еврокомиссии, на сегодняшний день Украина выполнила лишь 10 из 15 критериев, которые являются обязательным условием для возможного решения о прекращении визового режима. Хотя Брюссель и отмечает большой прогресс, которого удалось достичь за последний год, украинскому правительству предстоит еще немало работы. Посол Украины при ЕС Константин Елисеев надеется, что все требования Европейской комиссии Киев сможет выполнить уже до конца этого года. Самый сложный критерий — это борьба с коррупцией и мошенничеством. Мы очень надеемся, что с началом работы Антикоррупционного бюро и с началом имплементации соответствующих конвенций нам удастся показать европейской стороне успехи в борьбе с коррупцией. В ноябре этого года Европейская комиссия опубликует еще один отчет. Если украинская сторона выполнит все условия, в этом докладе будет рекомендовано ввести безвизовый режим для граждан Украины. Формально выполнила ли Украина условия для перехода на безвизовый режим, решают здесь, в здании Еврокомиссии. Но есть еще и политический аспект. И принимать окончательное решение будут не чиновники в Брюсселе, а главы государств и правительств стран ЕС. Правда, камнем преткновения могут стать опасения ряда стран Евросоюза, что после отмены виз количество беженцев с Украины может резко возрасти. На это указывает Аманда Пол, эксперт Европейского центра политики. Когда речь заходит о такой большой стране, как Украина, с населением почти 50 миллионов человек, могут возникнуть некоторые опасения. Экономическая ситуация на Украине довольно тяжелая. Мы знаем, что многие ежедневно пытаются выехать из страны. И, конечно, если будет введен безвизовый режим, количество желающих уехать может только возрасти. Эксперт указывает на то, что вследствие конфликта на востоке Украины больше миллиона людей были вынуждены оставить свои дома и стали внутренними переселенцами. В ряде стран ЕС за последний год значительно выросло количество украинцев, просящих статус беженца. В то же время, по мнению Аманды Пол, опыт других стран, получивших безвизовый режим с Евросоюзом, показывает, что опасения о наплыве беженцев преувеличены. Формат большой восьмерки пока возобновлен не будет. Лидеры стран G7 не будут просить Владимира Путина вернуться в этот клуб. Подробности в обзоре новостей. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг заявила, что возвращение к формату G8 невозможно до тех пор, пока действия России противоречат международному праву. Она также призывала Москву не мешать странным партнерам ЕС в сближении с Европой. Вашингтон не намерен размещать системы ПРО на территории Украины. Об этом сообщила представитель Госдепартамента Марии Харф. Она не смогла точно сказать, на какой источник информации ссылались представители Украины, говоря о возможном размещении ПРО. Боевики террористической группировки «Исламское государство» в результате ожесточенных боев заняли в Сирии античную Пальмиру. Она включена в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Местные власти опасаются, что древний город может быть полностью разрушен. После захвата Пальмиры, по данным британских правозащитников, под контролем террористов из исламского государства оказалась половина Сирии. Филиал Deutsche Bank в Москве подозревается в отмывании денег. Об этом сообщил интернет-портал немецкого журнала «Менеджер Магазин». По данным издания, речь может идти о сотнях миллионов евро. Несколько сотрудников московского офиса отправлены в вынужденный отпуск до завершения внутреннего расследования. Профсоюз немецких машинистов прекращает забастовку, начиная с вечера четверга. Сообщается, что участники трудового конфликта договорились о дальнейшем проведении переговоров при участии посредников. Швеция отмечает юбилей Пеппи Длинный Чулок, главного персонажа серии книг знаменитой писательницы Астрид Лингрен. Рыжей девочке с косичками 21 мая исполнилось 70 лет. Детские книги Лингрен за это время были переведены на 70 языков и проданы в количестве 60 миллионов экземпляров. Вот и все на сегодня. Последние новости читайте на сайте Deutsche Welle в интернете. А Геофактор расскажет о развитии событий завтра. Всего вам доброго.